Привет! С вами Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч. Сегодня мы с вами поговорим о внешних вспышках и их основных параметрах. Если вам приходится снимать в условиях, где света явно не хватает, а качество фотографий требуется самое высокое, то без внешней вспышки вам не обойтись. Для начала разберемся, чем разные внешние вспышки отличаются друг от друга. Самый главный параметр внешней вспышки — это ее мощность. Для сравнения мощности используется специальный показатель — ведущее число. Оно определяется как расстояние, на котором вспышка может обеспечить нормальную экспозицию, умноженное на диафрагменное число. Если переводить этот показатель на нужды фотографов, то чем выше ведущее число, тем больше света вы получите, и тем дальше вы сможете светить. Чтобы рассчитать расстояние, нужно произвести несложное математическое действие и разделить ведущее число на диафрагменное число. Простая задача. У нас вспышка с ведущим числом 43, и объектив с диафрагменным числом 2. Как далеко мы сможем использовать нашу вспышку? Правильный ответ — 43 разделить на 2, то есть 21,5 метр. Важное уточнение. Все эти расчёты, действительные для показателя чувствительности ИСО, равны муста. Помимо мощности, большинство современных вспышек позволяет контролировать форму светового пучка. Это так называемый зум вспышки. Принцип его работы довольно прост. Лампа двигается внутри головки вспышки, собирая или наоборот рассеивая пучок света. Результатом этого является световое пятно разного размера — более узкое или более рассеянное. Зум вспышки соотносится с фокусным расстоянием объектива, создавая световое пятно, которое должно правильно подсветить изображение, получаемое объективом в соответствующем фокусном расстоянии. Но вы не обязательно должны настраивать вспышку под фокусное расстояние того объектива, которым вы снимаете. Теперь перейдём к форме вспышки. Если вы подбираете себе вспышку, то очень важно, чтобы у неё была поворотная головка. Только с её помощью вы сможете эффективно управлять светом, в полной мере использовать рассеянный и отражённый свет. Другой важный параметр любой вспышки — время перезарядки. Именно от него зависит, как часто вы можете делать кадры. Особенно это важно в репортажной съёмке. Только учтите, что время перезарядки может сильно меняться в зависимости от используемой мощности. Пока всё. А в следующем уроке мы поговорим об основных принципах управления внешней вспышкой. Больше фотографируйте. С вами были Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...